Пятый канал представляет То есть ты считаешь, что ты достаточно спал со мной за бесплатно, то есть я теперь тебе должна еще и приплачивать Дура! Я совсем не это имел в виду. Я хотел по-человечески. Ну и сиди на своих деньгах. Да кому ты нужна-то? Ты чего мрачный такой? В дамы сердце зартащилось? А ты скажи, что в ее возрасте капризничать уже поздно Ты со своими бабами разберись. Разберусь Обратите внимание, вот с этим пятикантропом охранником спуталась моя соседка. Уж не знаю, куда деваться от их любовных у тех. Как настроение, Ксения Борисовна? Лучше всех. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло. Я с массажа, да. Можешь зайти пока с соседкой на процедурах, да. Динара Флоридовна, помню вашу просьбу. Послезавтра пятый номер освободится, я вас переселю. Спасибо, Иннокентий Павлович. А то, вы знаете, я за себя уже не ручаюсь. Хорошего дня. Хорошего дня. Ксения. Ксюша. Господи. Господи, кто-нибудь. Кто-нибудь, господи. Никто ничего не трогал. Вас ждали. А вы, значит, и есть хозяин этого санатория, да? Да, да. Куршунов Иннокентий Павлович. Поэтому санаторий Куршуны назвали? Да. Оригинально. Юрич, не молчи. Смерть наступила около двух часов назад. Получается в 13.00. Причина смерти? Внутричерепная травма. Скорее всего, ее кулаком ударили висок. Динара Фаридовна, где вы были сегодня, получас? Я? Я была на процедурах, на обертывании морскими водорослями. А потом гуляла по парку с подругой. Керозин. Пустой. Простите, моему санаторию шесть лет. Репутация была безукористенной. Так она и сохранится. Что вы так волнуетесь? Вашей же вины тут нет? Или есть? Нет. Я вел себя как дурак. Прости. Кто это мог написать? А вы знаете, у Ксении был роман с охранником Борисом. Может, он? Борисом? Последний исходящий с телефона некоему Борису. 12.23. Бинго! Добрый день. Капитан Красавченко, старший лейтенант Ветров, Петровская РУВД. Как я могу к вам обращаться? Лариса. Это Ларисочка наша звезда. Без нее мир погряз бы в мусоре и в разрухе. А вы? А я Вадим Павловин. Завхоз этого санатория. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Я, правда, ничего не видел, ничего не слышал. Лариса, скажите, вы убирали сегодня на первом этаже? Да. Ничего необычного возле номера убитой не заметили? Нет. Понятно. Скажите, вы убираете только места общественного пользования или в номерах тоже? В номерах горничные убирают. А где найти охранника Бориса? А он, кажется, на пляж пошел. Вы там посмотрите. Спасибо. Лариса, если что-нибудь вспомните, позвоните мне, пожалуйста. Соседка Ксения Динара. На Ксению все время бочку катила. Ну, ей не нравилось, что у нее мужчины в номере бывали. Да, вы что? Ну, они же так-то не при ней бывали, да? Ну, так-то не при ней бывали. Ну, ей все равно не нравилось. Она злилась. Как будто самой Романов не было. Ладно, спасибо вам большое. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Я возьму? Да, конечно. Спасибо. Прости. Женька, любовь моя. Ты опять лариски глазки строил? Кобель. Строгая у меня жена, правда? Вы еще строгих не видели. Всего доброго. Борис? Я Борис. Капитан Красавченко, старший лейтенант Ветров. Петровская РОВД. Да, я ее ударил. Я. Но только когда я уходил, она еще живая была. Да? А экспертиза другое говорит. Руки. Что между вами произошло? Ну что, я пришел, сама она позвала. Она ссуды выдавала под проценты. А я с утра у нее денег просил. Отказала. Ну, думал, раз позвала, значит даст. Только речь завел. Она как заорет, попрошайка. Ну, я ей дал по башке. То есть, по голове. Ушел. А с чего вы взяли, что она жива? Так она мне еще вслед орала, сволочь. Жена такая еще вполне бодрая была. Пойдемте, в отделение расскажите. Слушай, Тимурыч, как у тебя сейчас с деньгами? Одолжить можешь? Могу. Сколько? 50 тысяч. Ого! Ну, на скрипте я, конечно, могу. Только когда отдашь-то? Я ведь не один, у меня семья дети. Да, я все понимаю, у меня сейчас заказ есть срочный. Я думаю, за недельку напишу, деньги получу и сразу тебе верну. Ладно. Переведу на капсулку. Спасибо большое. Не за что. Вот, то есть, есть за что. Да. Алло, Таня, привет. Еще 50 тысяч добыло. Да, я понимаю, что мало пока, но это же только начало. Значит, вскрытие показало, что причиной смерти Ксении Весниной стала внезапная остановка сердца. Так ее уж по голове ударили. В крови убитый обнаружен гипотензивный препарат. Какой? Гипотензивный. А, это понижающее давление, мне мама таки принимает. Да, вот именно, понижающее давление. А в санаторной медицинской карте сказано, что она была гипотоником и страдала ишемической болезнью сердца. И принимала препарат, внимание, повышающий давление. Керозин. Три раза в день. И пустой пузырек от этого препарата Антоша у него в тумбочке нашел. Так что ж получается? Короче, она выпила такую таблетку, которую пить не надо было. Да. Таблетка прямо противоположного действия. Ну и что, самоубийство? Да, нет. Убийство. Дали смертельную таблетку. И к кирдык. Виноват. Володь, ну где ты ходишь? Ты узнал, откуда у Ксении Весниной средства, чтобы людям в долг подпроценты давать? Все узнал, Андрей Борисович. У Ксении Весниной три года назад умер муж, владелец сети автозаправок. Вот Ксения и решила пустить его наследство в оборот. А она, получается, королева бензоколонки. Ксения и решили путь в оборот. Ксения и решили путь в обороте. Ксения и решили путь в оборот. Дмитрий, это Лариса из санатории. Меня только что пытались убить. В санатории Коршун убита пациентка Ксения Веснина. Она получила удар в висок от своего любовника, охранника Бориса. Но причина смерти – ошибочный прием медицинского препарата. На Ларису совершается покушение. Павел Ильич, у вас нельзя перехватить? Кого? Денег. Ну, на недельку. Максимум две. А, в смысле? Конечно, можно. Сколько тебе надо? 50 тысяч. Сколько? Если сложно, то… Да нет, не сложно. Есть. Ну, налегом-то нет, конечно, я тебе на карту брошу. Отлично. Ага. А я вам через неделю отдам. Ну, через месяц, главное, Маренька, день рождения. Все хорошо у тебя? Все в порядке, да. Ну, давай. Ага. Спасибо большое. Так, Лариса, позвольте, я сфотографирую. Ну, хорошо. И с этой стороны. Осторожно, осторожно. Дима, действительно была попытка удушения. Причем нападавший был в перчатках. Остались характерные следы и кровопотеки. Все, Дима, я устал. Я хочу выспаться. Да-да-да, Юрич, конечно, иди. Спасибо. Извините. Ой, чемоданчик. Все, всего доброго. У вас пока ночи. Лариса, я специально попросил администратора уйти, чтобы мы могли откровенно поговорить. Скажите, как вы думаете, кто это мог сделать? Не знаю. Может быть, какие-нибудь конфликты были здесь, в санатории? Какие конфликты? Я только две недели работаю. Понятно. А скажите, куда вы шли? Через парк? На маршрутку я шла. Кто мог об этом знать? Не знаю. Многие. Я всегда здесь хожу. Все-таки я думаю, что свидетель. Он убирает свидетелей. Постарайтесь вспомнить. Может, вы все-таки видели кого-то, кто заходил в номер Ксении? Я не видела. Слушай, я могу дать только 10 тысяч. Ну, сам понимаешь, у меня ипотека. Ну, даже 10 – это круто. И ты, извини, это я, дурак, забыл про твою ипотеку. Слушай, а возьми кредит. Не, кредит не хочу. Ха, тогда отсюда, как у Ксении. Ага. Такая, как эта Ксения, с меня последние штаны снимет. Кто мог напасть на уборщицу, вообще понятия не имею. Я думаю, что это хулиганы. Она же к маршрутке шла, а там по вечерам возле остановки столько всякой швали крутится. Допустим. А по поводу Ксении есть идеи? А это самоубийство, однозначно. Самоубийство? Женщина, она была сильная, знала, что делать. Ну, сильные люди самоубийством жизнь не заканчивают. Почему вы так уверены? А посудите сами. Одинокая, денег девать некуда, счастья нет. Докатилась аж до охранника. И тот по голове дал. Ушел. Вот. Она и приняла таблетку. Ну, такую таблетку надо было специально подготовить. У ее соседки, Динары, в тумбочке, был препарат, понижающий давление. О, как. Вот. Она его взяла. Но это же не гарантия самоубийства. А это импульсивный жест. Первое, что было под рукой. И, как видите, сработало. Сработало. Я не знаю, что делать. Нужна реальная куча денег. Я не могу сидеть сложа руки. Таня, не волнуйся. Не переживай, я что-нибудь придумаю. Найдем мы эти деньги. Не волнуйся. Мы поможем твоей маме. Хорошо, спасибо. Держи меня в курсе, ладно? Пока. До вечера. До вечера. Раз Ксения давала деньги под проценты, у нее что должно было остаться? Деньги? Очень оригинально. Давайте попробуем еще подумать. А может, кто-то возвращал долг ей драгоценностями? Да, думать пока не получается. Списки. Списки должников. Вот это уже теплее. Расписки. Расписки должны были остаться. Браво! Старший лейтенант Ветров становится победителем в нашей нехитрой викторине. Поздравляю. Это что, приз, что ли? Да. Ордер на обыск в квартире Ксении. И ты тоже поедешь. И чтоб без расписок не возвращаться. Феоктистова Елена Яковлевна два миллиона. Так. Заботкин Максим Владимирович три миллиона. О! И Коршунов Иннокентий Палыч пять миллионов. Да. Так. Вот кто-то из них Ксению убил, чтобы долги не отдавать. Вот этот Коршунов, он же хозяин санатория и был в нескольких метрах от убийства. А это значит что? Свою викторину я уже выбрал. Нева, ты сейчас под деньгах? Вопрос философский. Полтинька должить можешь? У меня сейчас два заказа на сайт и через неделю отдам. На ликом или на карту? Так как тебе удобней? Хорошо, до конца дня скину. Спасибо большое. Как говорится, если проблема упирается в деньги, это не проблема, это расходы. Ты знал. Проверили мы этих злостных должников Ксении. Значит, вот, Феоктистова, первая, живет в Чехии и утверждает, что договорилась с Ксенией об отсрочке платежа. Вы по телефону с ней говорили? Да, и Вовча проверил геолокацию. Действительно, она в Карловых варах. Второй должник, Заботкин, сейчас находится в хосписе. Еле говорит, ни жены, ни детей. В общем, одинокий. Никто его не навещает. И что, Ксения давала ссуду умирающему? Когда давал, то он еще на ногах был. Потому что потом у него врага диагностировали. И сразу терминальную стадию. Значит, если мотив убийцы был не отдавать деньги, то возможность имелась только у хозяина санатория. Коршунова Иннокентия Павловича. Да, и поэтому он так и настаивал на версии самоубийства. А уборщица видела, как он заходил в номер Ксении, поэтому он и напал на нее. Ну, почему тогда не додушил? Ну, чтобы просто припугнуть хотел. Чтобы она и дальше молчала. Ведь логично? Логично. Пяточки есть? Через пять минут узнаешь. Мужики, а ну-ка, как на духу? Володька у вас денег занимал? Ну, вообще-то это вопрос интимный. Да, ну мало ли, для чего человеку деньги понадобились. Я вас не про поцелуи спрашиваю. Ну, по глазам я же занимал. Парень честный. Вляпался бы во что-нибудь. Кто во что вляпался? Чего стоим? Чего ждем? Что у вас за тайны мадридского двора? Перерыв пять минут, Андрей Борисович. Что стряслось? Да если б сами знали, Борисович, если б сами знали. Да я и не скрывал, что Ксения давала мне суду. Какое-то имеет значение. Прямое. Ваша расписка была у нее в папке должники. Ну да, я просрочил немного, но у нас с ней были приятельские отношения. И она согласилась подождать. Я ее тоже разместил у себя в санатории по льготной цене. Иннокентий Павлович, скажите, а где вы были вчера днем, когда узнали о смерти Ксении? Ну, с утра до полвторого был на процедурах. Я иногда пользуюсь служебным положением. Потом вышел прогуляться. Ну, и тут узнал. Хорошо, тогда еще один вопрос. Мы вчера разговаривали с вами около девяти. На Ларису напали в семь. Где вы были в это время? А, так я на свадьбе был, у дочери друга. Ну, сразу вернулся, как только позвонили, сказали нападение на сотрудника там и так далее. Извините, Иннокентий Павлович, я хочу уволиться. Вот беда у меня с этим младшим персоналом. То не уговаривает меня возьмите, то убегает. Передумала. Текучка? Ну, да. Значит так, доработайте до конца недели. А сейчас, пожалуйста, найдите завхоза. Он в парке с электриком фонари чинит. Возьмите у него средства для мытья стекол. Балконные двери надо протереть. Вообще. У вас больше нет ко мне вопросов? Ну, тогда я пойду. Надо работать. И мне надо. Лариса, скажите, почему вы решили уволиться? Я боюсь. Вчера я сомневалась. Вчера я сомневалась, а сегодня точно знаю. Зоя на меня напала. Зоя администратор? Да. Она жена завхоза Полухина. Я как только сюда устроилась, он сразу стал ко мне приставать. Она меня возненавидела. Конечно, убить, наверное, не хотела, но напугать. И у нее получилось. Я испугалась. Мало ли что еще и в голову взбредет. А где она сейчас? Не знаю. О, в холле, наверное. Володя, ну ты не молчи, ты говори. Ну, признавайся, что случилось-то? Ну, мы так-то друзья или где вообще? Вовчик, мы не давим. Но если что-то случилось, ты скажи прямо. Если надо будет, мы денег вот соберем. Соберем. И может, другая какая-то помощь нужна? Володя, ну разни ты рот. Одна голова хорошо, две мутации, я так бы сказал. Голованов, ну мы же свои люди, ну говори. Да, спасибо большое, я даже не ожидал. Просто это не мой секрет. И меня попросили пока не рассказывать. Как только человек даст добро, я все расскажу. Ну так ты смотри. Ну не дай бог чего, по этой шее прилетит тоже. Секунду. Да. Да, Дим, как раз твоего веского слова не хватило. Что? Улинил отбой. Завхоз Полухин умер. Погиб. В санатории. В санатории Коршун убита пациентка Ксения Веснина. Причина смерти – подмена медицинского препарата. На уборщицу санатория Ларису совершается нападение. Подозрение в убийстве Ксении падает на хозяина санатория Иннокентия Павловича. В нападении на Ларису – на администратора Зою. Погибает завхоз санатория Полухин. Дима, фиксируй. Смерть наступила в результате перелома основания черепа. Предположительно, упал с балкона. Вот интерес, из какого? Кто тело-то нашел? Лариса. Я только с ней поговорил, пошел Зою администратора искать. Ее нигде не было. Тут Лариса прибегает, так, мол, и так. Полухин мертвый. Так, ну основной я зафиксировал. Паш, распишись. Я пойду. А куда ты пошел-то? С Ларисой поговорю. А то она меня привела и в обморок упала. Ну, я ее откачал кое-как, в медпункт отправил. А просить не успел. Ладно, я пойду на медпункте. Это несчастный случай. Прямо на глазах полиции. Несчастный случай? Да. Это еще вопрос. Мне интересно, что там произошло. Вот сам он упал. Или помогли? Что я не могу вам сказать. Лариса, вы как, нормально? Угу. Говорить можете? Могу. Расскажите, пожалуйста, как вы нашли Полухина? Ну, вы же слышали. Инноклентин Палыч отправил меня окна наверх мыть. Так. Я у Полухина взяла жидкость для стекол. И пошла наверх. Прихожу, окно открываю, а он там лежит. Вы сразу пошли наверх, когда взяли жидкость в Полухину? Нет, зашла в столовую, кофе выпила. Так. Так, кофе выпила. Но он к вам приставал. А могло такое случиться, что он именно вас поджидал на этом балконе? Могло. Вы Зою видели, когда наверх поднимались? Нет. Я не знаю, что вам там наговорил ваш этот товарищ. Но я всегда была здесь за стойкой. Зоренька, примите мои соболезнования. Спасибо, Динара Фаритовна. Послушайте, просто мой коллега хотел уточнить, где вы были вчера в 7 часов вечера. Все. Кто же здесь? Это же моя работа. Хорошо. Ну а мужа вы своего в последний раз когда видели? Он уходил с электриком. В парк фонарь чинить. А разве вы не должны были его видеть, когда он проходил мимо за жидкостью для мытья стекла? Хорошо. Я скажу. Только пообещайте, что Иннокентию Павловичу ни слова. Это я вам могу гарантировать. Я выходила в сауну. Ну, просто простыл и хотела погреться. Ну а кто-нибудь вас в этой сауне видел? Нет. Простите, можно вас на минуточку? Зоя врет. Ее не было на месте целый час. Мне нужен был принтер. Понимаете, я работаю переводчиком, беру работу с собой. Так вот, я ее обыскалась. А появилась она после того, как стало известно, что завхоз погиб. Интересно. Вот я тоже так думала. И вообще она работает из рук вам плохо. Вчера интернет слетел. А кто должен звонить провайдеру? Нет, я тоже. А во сколько Зоя вчера вечером не было? А я вам скажу. Около семи часов вечера. Алиби хозяина санатория проверили? Да, с пяти часов он был на свадьбе. Куча свидетелей. А вчера до половины второго он был на процедурах. На глазах у всего персонала. Да, преступник должен был подменять таблетки Ксении. В период между утренним и дневным приемом. Стало быть, хозяин санатория мимо. Теперь по Полохину. Экспертиза показала, что на лице погибшего завхоза есть следы жидкости для мытья стекол. Ну, если он ей не умывается, то по всему видно, что кто-то плеснул этой жидкостью ему в лицо. По всему видно. Ну, теперь понятно, почему он с балкона рухнул. Какие еще версии? Я думаю, что Полухин стоял на балконе, ждал Ларису. А пришла Зоя. Устроила сцену ревности. Ну, и плеснула ему в лицо этой жидкостью. А у Зои откуда эта жидкость? За ней же Ларис сходил. Но если предположить, что это был не несчастный случай, а убийство, то Зоя знала про жидкость и решила подставить Ларису. Ну, а потом расправилась со своим несчастным этим мужем. А доказательства? Володя, а ты куда собираешься? Ты вообще как, с нами или в сети? Ты не хочешь включиться? Ну, так я включен, Андрей Борисович. Я проверил исходящие звонки Зои. Она вчера утром трижды звонила задержанному охраннику Борису. Задержанному нами. Можно я? Мне домой надо? Всем надо. Ну, пойдет-то, Володя. Зоя меня просила попугать уборщицу Ларису. Попугать? То и что значит? Ну, напаси сподтишка, чтобы страшно стало. Ну, никакого вреда здоровью. Интересная просьба. А зачем это Зое было надо, чтобы Ларисе стало страшно? Ну, чтобы Лариса уволилась из санатория. Зоя ужасно ревновала к ней с своего мужа. И вы согласились? Ну, я не успел ни согласиться и не отказаться. Мы же меня арестовали. И что, Зоя, первый раз к вам обращалась с такой просьбой? Нет, было еще раньше. Но я тогда Повариху пугал. Палухин к ней тоже клеился. И что, Повариха ушла? Убежала. Да Ларису я хотела только припугнуть. И хотела ее убивать. Да, и попросили об этом охранника Бориса. А вы его задержали. Вообще, мой муж клеился к ней во все лопатки. И я тогда уж решила сама. Мужа тоже решили припугнуть? Да не трогала я мужа. И вообще, у меня есть алиби. Я выходила из банного комплекса. Уже оделась. И там какая-то тетка бурчала, что я сильно сауну натопила. Можете у нее сами спросить? И Полозова Галина. Мы спросим. Спросите. А пока пройдемте. Вова, ты гений. Но нужно еще. Слушай, ну хорошо. Давай я напишу сайт для твоей мамы, где я размещу медицинские документы, которые ты мне показывала. Объявим сбор средств, номер счета на краудфандинговой платформе. Можно подключить телевидение параллельно? Нет, мы с мамой не хотим ничего публичного. Почему? Да потому что часто эти деньги собирают мошенники. И люди уже не верят. Просто постарайся найти еще. Слушай, ну неужели этих денег не хватит хотя бы на первое время? Ты не представляешь, сколько в хосписе приходится платить. Эти анализы, томография, уход. Специальные обезболивающие. А их в хосписе просто нет. Я хочу обеспечить маме достойный уход. Понимаешь? Хотя бы напоследок. Я все понимаю, Таня. Я не знаю. Я просто сегодня зашел в один хоспис. Мне там сказали, что в петербургских хосписах все бесплатно. Так они врут. Я не знаю. Они так сказали. Сказали, что в больницах, да, бывают платные услуги. Там, не знаю, лекарства дорогие, операции платные. Но просто что за хоспис такой у твоей мамы? Ты просто как настоящий мент хочешь все проверить. Ну что ты придешь туда. И что? Распросишь их. И что дальше? Устроишь скандал. И маме потом еще выговор устроят. Да, слушаю. Дмитрий, Иннокентий Павлович беспокоит. Никак не можем с вами расстаться. В нашем санатории снова ЧП. Что случилось? С кем? Динара. Соседка Ксения. При смерти. В санатории Коршун убита пациентка Ксения Веснина. Причина смерти – подмена медицинского препарата. На уборщицу санатория Ларису совершается нападение. Погибает завхоз санатория Полухин. Подозрения в нападении на Ларису и убийстве Полухина падают на администратора Зою. Соседка Ксении по комнате Динара оказывается между жизнью и смертью. Слава богу, врачи откачали. А то не знаю, чем бы все это кончилось. Так, а что, собственно, случилось-то, Динара Фридовна? Вы знаете, я гипертоник. Принимаю препараты для понижения давления. А вчера вечером стало плохо, приняла таблеточку. Бац, гипертонический криз. Слава богу, врач не ушла. Уколола меня. А так бы, говорит, мог случиться инсульт. Так а как она сама объяснила такую реакцию? Знаете, она предположила, что я по ошибке приняла керозин, повышающий давление. Именно тот препарат, который принимала Ксения. Это как? Обратите внимание. Внешне таблетки очень похожи на мои. Она принесла специально, чтобы мы сравнили. Забыла пузырек унести. Слушай, странно, но они сильно похожи. Да, но это невозможно. Вы унесли пузырек. А Ксения говорила, что у нее осталась тогда одна таблетка, и больше керозина в комнате не было. То есть, хотите сказать, что каким-то образом керозин попал в ваш пузырек? Да. Интересно, как? Вы мне можете хоть десять удостоверений показать. Повторяю, в нашем хосписе для больных с петербургской регистрацией все бесплатно. В других хосписах мне сказали то же самое. Хорошо, а скажите, а может быть есть какие-то, скажем так, неофициальные услуги, за которые надо платить? Персоналу категорически запрещено брать деньги. Даже если вы хотите сделать пожертвование, это возможно только спустя три месяца после кончины вашего близкого. Извините, пожалуйста, а что это такое? А это списки наших больных с назначениями. А можно я взгляну? Да, пожалуйста. Заботкин Максим Владимирович? Да, есть у нас такой Заботкин. Максим. У нас по одному делу человек с таким именем проходит. А скажите, а плохо, наверное, одинокому-то в хосписе, да? Почему одинокому? У него жена. Как жена? Ну, не знаю, может, неофициальная? Суды они взяли, а отдавать нечем. Он и мучается-то и не из-за того, что умирает, а что долг на жене останется. Все фото ее на телефоне смотрят. Лариса, Лариса. Лариса? Лариса? Она на себя странноватая, и не звонит, и не приходит. Да, это она. Она. Спасибо вам большое, вы нам очень помогли. Принес? Да. Сколько? Таня, ты меня обманула. В хосписе все бесплатно. Они врут. Таня, я не знаю, зачем ты это все устроила, и зачем тебе эти деньги? Пожалуйста, верни их. Деньги нужны для мамы. Послушай, я эти деньги одолжил у очень хороших людей, которые мне поверили. А ты мне не поверил и пошел проверять. Таня. Я тебе ничего не верну. Я проверил алиби Зои. Пациентка санатория Полозова подтвердила, что Зоя была в сауне и разогрела ее до максимальной температуры. Значит, очень вероятно, что Полухина спихнула с балкона Лариса. Вопрос, только ли за одни приставания? Полухин мог видеть, как Лариса подменила таблетку. То есть был единственным опасным свидетелем. Лариса же была уверена, что никто не догадается, что она заинтересована в смерти Ксении. Вот, видите, как выгодно не регистрировать брак. Заботкин берет в суду. Она не замужнюю Ларису, да еще и с чужой фамилией. Никаких подозрений от слова совсем. И кто это говорит? Профессор кафедры брака. Доцент внебрачных отношений. Шапошников П.И. Лариса, день добрый. Представляться не будем. В отдел проедемте с нами. Пожалуйста. Да, стой же ты, а! Поехали, быстрее! Со мной гонятся! Выходим, быстро! Меня тоже касается. Руки на руль! Где же так бегать-то научилась? Чемпионкой по бегу в Омске была. Ты, Антоха, лучше браслеты на ноги бы надела. Ну, так вот. Мы с Максимом Заботкиным решили мини-маркет открыть. И взяли у Ксении ссуду. Три миллиона. А почему вы не взяли кредит в банке? Нам отказали. Вот. Но мы прогорели, в общем. Ну, стали работать на одни эти проценты и аренду. В общем, поняли, что не сможем в определенный день выплатить все деньги. Ну, вот Максим и заболел. Заболел. А у меня ребенок в Сибири. У бабушки. Ну, я вас очень прошу. Ну, пожалуйста, у меня безвыходная ситуация. Послушайте, я подаю на вашего мужа в суд. Если он скончается, значит, ответчиком будете вы. Как его гражданская жена. И поверьте, мои адвокаты позаботятся об этом. Ксения Борисовна, пожалуйста, сделайте отсрочку. Я честно, я соберу деньги. Хорошо. Отсрочка три недели. Как раз ровно то время, которое я буду находиться в этом санатории. Спасибо. У меня гипертония. Пойду поправлю здоровье. Спасибо, Ксения Борисовна, спасибо. Ну и вот, я устроилась в этот санаторий работать. Ксения, конечно, удивилась, увидев меня. А я ей говорю, магазин на помощницу оставила, вот. А сама нашла работу поближе к хоспису. Подработка. А деньги? Деньги мне собирают, да. Родственники себе собирают. А мужа в хосписе вы не навещали в целях конспирации? Конечно. Никто не должен знать, что мы с ним в связи. Вы же понимаете. А как вы узнали, какой препарат принимает Ксения? И в каком режиме? Так я это, в медкабинет пошла и в карте все почитала. И заодно решила посмотреть, соседка, какие лекарства принимает. Ну, а потом это, на ресепшн пошла и ключ запасной взяла. От комнаты от их. Ну, чтобы посмотреть, какие лекарства, где лежат. Смотрю, а таблетки-то одинаковые. Задача была у меня только дождаться, чтобы у Ксении одна таблетка осталась. И вы сразу придумали подложить вместо этой таблетки таблетку из пузырька соседки, Динара. Придумала. Конечно, придумала. Вот когда увидела, что она от повышенного давления лечится, и придумала сразу. А позавчера я пошла к ним, чтобы посмотреть, сколько таблеток осталось. Смотрю, у Ксении одна, вот, а у Динары три. Думаю, что мне делать-то? Три было, а стало две. Она же увидит, поймет. Но я тогда смекнула, что надо таблетку Ксении переложить к Динаре. А то, что Динара сможет серьезно отравиться, вы не подумали? Ну, не до смерти подумала. А тут меня черт дернул. Пойди ключ на место положить. Так-так. А что это мы тут делаем? Запасной ключик от 104-го? А мы тут думаем, куда же он подевался? А-а-а. Такая очаровательная женщина. А ты, оказывается, воришка? Я там ничего не брала. Я вот так в полиции скажу. При одном условии, конечно. Если меня будет ждать... ночь любви. Я вообще не знала, куда мне деваться. Он волочился за мной уже, знаете, как долго. Соя злилась. Тут я поняла, что он вообще от меня не отстанет. А к этому моменту уже было известно, что Ксения погибла? Через два часа было. Да, было. Через два часа было. Ваш сотрудник ходил, как раз опрашивал. Ну, понятно, что Полухин два плюс два сложит и все поймет. Вот. Но он молчал. Молчал. Ждал. Видимо, надеялся, что я ему это... Отдамся. И вечером на вас напала Зоя? Да. Вечером Зоя напала. Мне это даже на руку, понимаете? Появился повод, чтобы уволиться. Но Иннокентий Павлович попросил меня до конца недели поработать. И отправил вас мыть окна. Ну, что будем делать? Ситуация гораздо серьезнее, чем я предполагал. Потому что не просто воровство. Тут уже убийство он попахивает. Да ты что? Зачем мне Ксению-то убивать, а? Я вот думаю, зачем? А может, ты мне все это расскажешь, а? На ушко. В теплой постельке. Послушай, я ключ взяла, потому что... Книга меня интересует, которую Динара переводит, да. Ага. Так ты, получается, в иностранных языках кумекаешь, да? Представь себе. Я что думаю, что уборщицей жизнь заставила устроиться? А почему ты у Динара просто книгу не попросила? Ну, постеснялась. Постеснялась, да? Понятно. Я хорошо. Я, конечно, идиот, но не до такой степени. Тебайки ты будешь в полиции рассказывать. Ну, отпусти меня, пусти, а? Я не виновата. Я не виновата! Я побежала искать вашего сотрудника. Он как раз в санатории находился. Я прихожу и говорю ему. Вот, Полухина нашла под балконами. И плохо стало. Понимаете? Вот так вот. Я не играла. Мне вот как-то... Ну, понятно, понятно, конечно. Еще бы. Двух человек за сутки убить. Шутка ли? Я Полухина не убивала. Я защищалась. Вы же понимаете, если бы Полухин не заподозрил вас в убийстве Ксении, то до этого-то не дошло бы. Да все я понимаю. Но только если вдруг случится чудо, и Максим выздоровеет, ему не придется возвращать три миллиона. Вот, Вовчик, полюбуйся. Знали, что тебе будет больно обидно, поэтому все сделали сами. За что? За подделку мутицинских документов. А это называется мошенничество. Пойдемте. Да, я на самом деле посмотрел в интернете. Она, оказывается, там натворила делов. Сначала собирала каким-то там бездомным животным для приюта. Молодец, хитра. Да, еще до этого собирала, значит, для малоимущих многодетных семей. А эта девчонка, небось, с Канара не вылезала. Мужики, я, я правда, я сейчас два-три сайта напишу, всем деньги верну. Да ладно, Вовчик. Кузя, разберемся. Зато ты теперь опытный. Воробей стреляный. Вот с этим поздравляю. Да, вот десятку лучше бы отдать, потому что, ну, ипотека. Асок, ну ты че? Асок, ну ты че? Стронишь нежно руками. Пусть улыбнется сияющий Бог, пролетая над нами.